Битца На поле Битцы выходили конкуристы из Белоруссии, Латвии, Литвы, Великобритании, Эстонии, Узбекистана. Все страны-участницы получили свою долю награды и зрительских оваций. Так медаль первого маршрута Большого Круга с высотой препятствий до 145 см увез в Латвию Кристопс Неретникс. Он выступал на лошади, принадлежащей узбекским коневладельцам, 11-летним жеребце Сир-Сценограф. Лошадь я заметил в Узбекистане, я там ехал тренировать мальчика, кто прыгает на моей бывшей лошади. И я заметил там этого коня, я видел, что там всадник с ним не справляется совсем, но лошадь неинтересная, но я думал, попробую сам на нем попрыгать. Всегда интересно наблюдать за иностранными всадниками, но, конечно, болеем мы только за россиян. Тем более, когда соревнования проходят в сердце страны. Здесь, в Бице, российским конкуристам действительно помогали стены. В копилку нашей команды отправилось 11 золотых медалей из 12 возможных. Так победителем двухфазного маршрута с высотой препятствий до 140 сантиметров стал мастер спорта международного класса Владимир Белецкий. Нужно было рисковать, стараться проехать быстрее. Все сросло, все получилось, поэтому я и победил. Все большие турниры способствуют развитию конного спорта, потому что это связано с тем, что приезжает огромное количество иностранных всадников. Приезд иностранных всадников, соответственно, это большая конкуренция. Только лишь в конкуренции спортсмены начинают расти, как спортсмены начинают набираться опыта, необходимого для участия в крупных соревнованиях. Соревнования уровня 3 звезды – редкое событие на конно-спортивных полях России. И поэтому к подготовке турнира организаторы подошли с ответственностью. Судейская коллегия состояла из профессионалов высочайшего уровня. Стюарды и ветеринары делали все возможное, чтобы обеспечивать безопасность на полях. Над составлением маршрутов работали три курс-дизайнера международного уровня 3 звезды во главе с Владимиром Платовым. Маршруты, как правило, рождаются спонтанно. Берешь чистый лист, представляешь площадку и думаешь, неплохо было бы здесь иметь тройную систему, а вот отсюда начать, а здесь будет финальная связка. Ну и, соответственно, потом он обрастает линиями, дистанциями. В первую очередь представляешь себе красивую картинку. Задача курс-дизайнера составить достаточно сложный, но безопасный и преодолимый маршрут. Команде курс-дизайнеров удалось совместить, казалось, несовместимое. В ходе турнира не было опасных падений, но в каждом из маршрутов шла напряженная борьба за места и секунды. Сергей Петров стал лидером маршрута с высотой препятствий до 145 сантиметров и показал в чистой перепрыжке лучшее время. Ну, для меня маршрут был сложный, тяжело. Весь маршрут прошел, перепрыжки, получилось все, довольно-таки легко. Можно было еще быстрее, но этого хватило, чтобы выиграть. В маршрутах малого круга опытным спортсменам пришлось все же дать дорогу молодым. Все три дня в маршрутах программы «Одна звезда» 120, 125, 130 сантиметров победу одержал 16-летний представитель Свердловской области Богдан Васьковский. В третий день я остаюсь победителем в такой тяжелой борьбе с огромной конкуренцией. Нам удалось показать отличный результат и очень быстро проехать маршрут перепрыжки. Маршрут Гран-при с высотой препятствий до 155 сантиметров проводился в два гита. По итогам прохождения первого треть участников, показавших лучшие результаты, продолжили выступление по укороченной программе. Всего во втором гите соревновались 11 спортивных пар, три из которых выходили на второй старт с нулем. Но какой бы ни была расстановка сил после первого гита, судьбу чемпионского титула решала удача и желание рисковать, ведь победитель определился по сумме штрафных очков и времени второго гита. В итоге и победитель, и серебряный призер Александр Белихов и Урмас Рак закончили выступление с одним штрафным баллом за превышение строгой нормы времени. Но во втором гите представитель российской команды оказался быстрее соперника из Эстонии на три секунды, что позволило ему завоевать золото Гран-при. Маршрут сложился для меня очень хорошо, это достаточно сложный маршрут. Ничего легко не давалось, весь маршрут был как одно целое. Тут его нельзя прыгать, как и отдельно. В награждении победителей и призеров финального маршрута принимала участие президент Федерации конного спорта Марина Владимировна Сечина. Конечно же, они очень важны, эти старты, потому что чем больше спортсмен стартует, тем больше опыт он набирает, тем увереннее он себя чувствует на манеже. И данный сегодняшний турнир, он является практически заключительным в нашем большом, насыщенном мероприятиями, спортивном сезоне. И поэтому особенно было важно, что наши отечественные спортсмены завоевали первое место. Мы поздравляем победителей и призеров соревнований и желаем им новых прекрасных выступлений!